Ребята, всем привет! В этом видео я хотел вам рассказать, как позвонить в МТС, находясь в Роунге на территории России или на территории какой-то другой страны. Значит, я столкнулся с такой вот проблемкой, мне нужно было позвонить и загуглил информацию, и тем самым поделюсь я ей с вами. Все вот эти номерки будут продублированы в описании под видеороликом, а также закреплены в первом комментарии. Поэтому посмотрите вот эти вот номера, сейчас я их озвучу. Значит, если вы находитесь на территории России, можно позвонить с городского или мобильного телефона любого оператора сотовой связи на номер 8 800 250 08 90. Звонок по России бесплатный. Также можно позвонить с мобильного телефона МТС на номер 08 77. Звонок по России бесплатный. И можно позвонить из других стран, если, например, вы находитесь в Украине, в Германии, где-то еще, то есть где-то в другой точке нового шара, вы можете позвонить в роуминге оператору по номеру. Плюс 7 495 766 0166. Вот. Значит, на территории России вот эти вот вся информацию, ну вообще всю информацию я взял с официального сайта МТС. Насчет территории России я эти номера не тестировал, не проверял. Но, во всяком случае, на официальном сайте указано, что они бесплатные. Вот. Я проверил, значит, номер, который реально бесплатный. Я звонил с территории Украины на вот этот вот номер. Плюс 7 495 766 0166. И еще можно позвонить на номер короткий. Вот этот вот 08 90. Вот. Но, вот этот вот номер 08 90, значит, можно звонить бесплатно для жителей Белоруссии и Украины. Вот. Это номер только для двух стран, вот этот короткий. А вот этот вот городской номер, плюс 7 495, это московский номер. На этот номер можно звонить с любой точки земного шара, бесплатно можете пообщаться с оператором МТС. Но, ребята, прикол в том, что я вот звонил по этому номеру, да, как бы включается этот робот, рассказывает, что куда нужно нажимать, потом нужно нажать нолик, чтобы соединить с оператором. И я звонил туда раз, наверное, 10, да, ждал по полчаса, но я ни разу не соединился с оператором, потому что всегда они постоянно заняты. У меня всегда увеличивалось время. Вот, поэтому я нашел еще один способ, как это сделать с мобильного телефона, установив приложение Мой МТС. Оператор реагирует очень быстро. Сейчас я вам покажу этот способ. Итак, ребята, перешел во свой мобильный телефон, значит, вам нужно зайти в Play Market и установить приложение, которое называется Мой МТС. Я уже его установил. Вот у меня это приложение в моем телефоне установлено. Значит, если у вас нет личного кабинета в МТС, то, значит, вам нужно будет зарегистрироваться, то есть зайти в Мой МТС, вот, и пройти регистрацию. Там нужно будет указать ваш номер телефона и придумать, ну, скорее всего, по-моему, придумать пароль, либо вам пароль этот отправят. Ну, в общем, нужно пройти несложную регистрацию. Я лично эту регистрацию не проходил. Почему? Потому что у меня уже есть личный кабинет в МТС, я захожу в него через компьютер, через свой, но мобильной версии кабинета у меня не было. Я, значит, установил это приложение, набрал, ввел свой телефон и ввел свой пароль от кабинета. И тем самым я зашел в свой личный кабинет. Теперь, значит, мне нужно связаться с оператором. Что здесь делаем на вот этой вот стартовой странице? Посмотрите, в правый нижний угол есть кнопка «Еще» с тремя горизонтальными точками. Нажимаем на нее. Теперь нас перекинуло на вот эту вот страницу. Значит, здесь первый самый раздел в списке – это поддержка. Жмем на него. И вот здесь вот смотрим. Первый пункт – часто задаваемый вопрос. Если у вас, допустим, вопрос, который вы считаете, что он часто задается, да, вы можете, в принципе, перейти в этот раздел «Сейчас задаваемый вопрос» и посмотреть. Возможно, вы найдете здесь ответ без связи с оператором. Если же вопрос какой-то нестандартный, как, допустим, у меня был вопрос нестандартный, мне нужно было, значит, восстановить свой второй номер. Мне нужно было связаться с чатом, то есть с живой поддержкой, а не с роботом, который будет мне предоставлять какие-то непонятные стандартные ответы. Мне нужно было связаться именно с живым человеком и сообщить ему об этом. Значит, здесь вот есть функция «Написать в чат» меню такое. Я уже в этом чате переписывался, значит, я уже в этом чате переписывался. И, значит, когда вы начинаете свой вопрос задавать, вам в первую очередь ответит бот, которого зовут Смарти. Вот. И вам предложит он либо отвечать дальше, то есть задавать дальше ему вопросы, либо связаться с оператором. Нажмите «Связаться с оператором» и все. И вас соединят с поддержкой. Я, допустим, ждал соединения, ну, около пяти минут. Вот. Потом написал мне реально живой человек, оператор, и я уже вел переписку, задавал свои интересующие вопросы. Поэтому вот таким образом это можно быстрее сделать через мобильную версию, пообщаться с живым человеком, нежели вот это звонить через телефон по бесплатному номеру. Я еще раз повторюсь. Возможно, я попал в такие дни, да, что не мог дозвониться. Но я звонил не в один день, а звонил я несколько дней подряд, и я ни разу не дозвонился. То есть меня постоянно перекидывали, отбрасывали меня. Изначально говорили, вы, ну, время ожидания пять минут, пять минут и стекло. Потом, к сожалению, все операторы заняты. Подождите еще, подождите еще, подождите еще. Но в итоге я ждал и по полчаса, и больше ждал. В итоге я не получил нормальную телефонную поддержку. Что касается вот этого чата, я тоже думал, что меня будут перебрасывать в ожидания в эти все. Но ничего, через пять минут оператор ответил, нормально пообщался. Поэтому теперь вы знаете, как это сделать. И здесь вот еще есть меню, видите, раздел «Позвонить в контакт-центр». Давайте зайдем. И вот здесь вот эти вот номерки. Номерки, о которых я вам рассказывал, которые я озвучивал вам в начале видео, и они же будут в описании внесены. Значит, по поводу номера 0890, я могу сразу сказать, что я его опробовал, этот номер, но я звонил с территории Украины. С меня деньги не снялись. То есть, я звонил в роуминге со своего МТСовского номера российского по этому номеру. С меня деньги не снялись. Насчет других стран гарантию никакого не даю. Ну, я с территории Украины звонил по номеру 0890, денежки на месте. Дальше, теперь номер 8800-250-0890. Для звонков с городских мобильных номеров любых сотовых операторов. Но, я вам в начале читал, да, это получается звонок внутри страны. То есть, в России большая, и каждая область поделена на роуминги, на вот эти, да. И, то есть, допустим, вы хотите, вы в какой-то области другой находитесь, допустим, вы проживаете в Москве, да, но вы находитесь, допустим, где-то в Нижнем Новгороде, к примеру, да, у вас роуминг будет включен. Поэтому по этому номеру звоним и общаемся бесплатно с оператором. Но, я думаю, вы знаете, наверное, если вы житель России. Теперь, следующий номер, плюс 7495-766-01-66. Этот номер я тоже проверил. Номер бесплатный. 0890 бесплатный. Это для звонков из Украины написано, видите, Украина, Беларусь и Россия. А вот этот номер последний, плюс 7495, это звонков с любого места земного шара, так скажем. Вот, это тоже номер бесплатный. Но, опять же, по вот этому номеру и по номеру 0890 ни разу трубку не взяли. Сколько я пытался дозвонить, ни я ни разу не дозвонился. Поэтому, как вариант, написать через вот этот вот чатик. Сейчас я зайду еще в компьютерную версию и посмотрю, есть ли там такая возможность. Можно ли с компьютера, со своего такого же личного кабинета написать в поддержку. Возможно это или нет, сейчас я зайду и покажу вам. Ребята, значит, зашел в компьютерную версию личного кабинета, значит, и здесь вот есть на главной странице раздел поддержка. Вот оно. Если на него нажать, то нас перекинет, значит, откроется вот такая вот страница. И что мы тут имеем на этой странице? Значит, здесь вот, лично я чуть покопался перед записью. Я не нашел чат с поддержкой. Возможно, я где-то неправильно что-то посмотрел. Возможно, я не там нахожусь. Ну, к примеру, давайте, если, допустим, что делать, если вы забыли, давайте что-то посложнее выберем. Так, тарифы, услуги, как изменить план, управление номерами, управление оплатой покупок. То есть, именно какого-то, давайте, допустим, как войти в личный кабинет. К примеру, я забыл свой пароль. Значит, так, так, так. И здесь вот ответ стандартный. Ребята, на заднем фоне мне тут пытаются дозвониться, поэтому извиняюсь за эту музыку. Ну, значит, я не нашел, я не нашел именно чат. Если вы знаете, как связаться с чатом, именно создать нормальную переписку с живым человеком через личный кабинет, то напишите свой комментарий, мне интересно будет прочитать. Ребята, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, я вам все понятно, доступно объяснил. Не забывайте задавать свои вопросы в комментариях под видеороликом, либо пишите в мою группу ВКонтакте. Я стараюсь всегда всем отвечать и помогать. Всем до новых встреч. Пока.